Туя – растение. Описание, как выглядит, где растет. Туя – хвойное дерево, относится к семейству кипарисовых, способно активно развиваться более 50 лет. Не меньше 200 лет – вот сколько живет туя. Известно о существовании не менее 100 видов дикоросных. Примерно столько же сортов подвержены культивированию. В большей части деревья отличаются зимостойкостью. Среди всего разнообразия сортов встречаются деревья, удивляющие интересным цветным окрасом. На усадьбах их можно увидеть не только привычного зеленого, но и голубого и желтоватого цветов. Удобно выращивать не только высокие деревья, но и в форме кустарников. Отдельные экземпляры относятся к карликовым сортам. Растут недалеко от поверхности земли, могут иметь форму небольшого пышного шара. Зачем такое сортовое разнообразие, ведь все они на одно лицо. Действительно, с виду они похожи, но каждый вид по своему уникален и имеет особенности. Далее о том, что такое туя, какие виды существуют и в чем их польза. Туя – описание и культуры. Для многих туя вида, которые десятилетиями находятся в парках, давно стала привычной. При этом даже сложно представить, что на территории России нельзя встретить дикие сорта туи, поскольку первое растение сюда было завезено несколько столетий назад. Туя – это дерево, родина которого юго-восточная часть Канады и северная часть Америки. 20 метров – это максимальная высота, насколько растет туя в диких условиях родины. Культивированные разновидности туи в России максимально могут достигать 10-метровой высоты. Интересно, туя – растение, которое ценится за неприхотливость к условиям содержания и морозостойкость. Такие характеристики позволяют выращивать культуру во всех почвенных составах и любых климатических условиях, включая Подмосковье и холодный сибирский регион. Растению подходит не только почва с постоянной влажной средой, но и сухой климат. Применение большей части всех видов – озеленение и декорирование дачных усадеб. Если посмотреть на ветвенную часть и хвою, можно видеть структуру, напоминающую внешне толстую паусину. Крона деревьев плотная, состоит из множества разветвленных в одной плоскости побегов. Лиственная часть молодого дерева – иголки. Большая часть игол направляется вверх, размещается на крест по отношению друг к другу. Огрубевшее листво взрослого дерева имеет чешуйчатую структуру. Семейство кипарисовых относится к однодомным, голосеменным. Плоды туи – овальные шишки продолговатой формы. Шишка покрыта парными чешуйками. Верхняя часть – стерильная, в остальных находится не более третьих семя почек, в которых кроется плоское узкокрыльчатое семя. Созревание семени возможно уже у один улеток после посадки. На заметку, сажая деревья на собственном участке, нужно ориентироваться больше на то, какие корни у туи, ведь от них зависят качество и рост растения. Густой комок тонких корней, которыми обзаводится туя, образует корневую систему, размеры которой зависят от силы их сплетения. Чем компактнее корневая система, тем меньше места на участке понадобится для растения. Нельзя забывать о том факте, что определить состояние здоровья дерева можно, глядя на вид иголочек. Сочные, насыщенные влажности иглы всегда по цвету соответствуют кроне. Это первый, скорее всего, главный признак здоровья растения. Сухие ветви на ощупь, нехарактерный сорту, желтоватый, иногда коричневый. Их оттенок, вялость и ломкость игл – признаки проблем. В большей части из-за недостатка влаги и минеральных веществ. На заметку, обязательное условие полноценного развития любых сортов культуры – защищенность от ветра и сквозняков. В первые годы для защиты молодых деревьев их нужно закрутить теплым материалом на зимний период. О способностях приживаться и активно расти следует судить отдельно по каждому виду и сорту культуры. Деревья различного вида используются не только с целью создания уникального ландшафтного дизайна. Растениями украшают помещения закрытых и открытых типов. При размещении деревьев в закрытых зданиях им требуется более внимательный уход, учитывая потребность в нужном количестве воды и температуре воздуха. На зимний период таким деревьям необходима температура без резких перепадов ни ниже 8 и ни выше 12 градусов ртутного столбца. Туя-виды и сорта, которые выращивают в домашних условиях, также имеют свои особенности. Первым делом нужно правильно подобрать емкость, в которой дереву предстоит расти и развиваться на протяжении многих лет. При дальнейших пересадках размер таких горшков должен увеличиваться минимум на полтора раза. Сорта. На сегодняшний день известно 5 видов, на которые делится туя и описание их далее – западный или дерево жизни. Некоторые источники могут трактовать название вида как туя обыкновенная. В дикой природе может встречаться только в Северной Америке. Благодаря таким характеристикам, как долгожительство, стойкость к морозам, переносимость загрязненного воздуха, данный тип растений. Распространен для использования в декоративных целях. С легкостью выращивается в любой точке континента, независимо от климатических условий. Западная на заметку. В дикой природе любят глинистые грунты и с повышенной влажностью. Характерным для вида считается компактно собранная крона с ярко-зеленым окрасом. Древесина ствола необычного красного цвета – шишки. Небольших размеров – зима, время, когда растение меняет окрас зеленого на бурый. Дерево жизни любит влажность и не переносит тень. В зависимости от сорта это может быть дерево или шаровидный штамбовый куст. Древесина этого вида легкая, прочная, отличается повышенной стойкостью к процессам гниения. Дерево содержит эфирные масла, способствует очищению окружающей среды за счет выделения фитонцидов. На основе вида селекционеры вывели более ста сортов, в том числе и туя на штамбе. Сычуанский или китайская туя – название говорит о месте рождения дерева. Не любит открытые солнечные лучи, относится к тенелюбивым, лучше, когда сажается в тени больших деревьев. Эта туя в Сибири не приживется, поскольку ее стойкость к морозам ориентирована на южные регионы. Ветвенная часть – верообразная. Лист растений и цветок на востоке считаются ценным материалом, который можно использовать при лечении с целью оздоровления. Туя корейская отличается раскидистой кроной и ветками. Цвет хвои может меняться от темного-зеленого цвета впереди и яркого-серебристого с обратной стороны. Предназначена для выращивания на юге. Плохо переносит холод и морозы. Туя корейская стоит учесть. Высадить такое деревце где-то в городе не получится, поскольку оно слишком не любит загрязненный воздух. Хотя при этом отличается особым иммунитетом к низким температурам. Японский или туя из Тандиша на родине можно встретить в смешанных лесополосах высокогорных участков островов. Высота растения в природе может быть не менее 18 метров. Для выращивания дерева подходит любой грунт, даже щелочной. Необычно смотрится расцветка хвои, верх которой зеленого цвета, обратная сторона – белого. Присутствует сильный смоленый запах ели. Гигантский или туя из Клачте, местом ее обитания является южное полушарие, поскольку вид плохо развивается в холодных условиях. При подмерзании побеги способны восстановиться. В естественной среде может расти до 70 метров в длину, при диаметре ствола не более 2 метров. Сравнительно новые сорта имеют более компактную форму. Крона дерева с виду напоминает спираль. Отличается от других разновидностей сильным специфическим запахом. Для всех разновидностей характерен вечно зеленый цвет туя может иметь только немного отличающиеся оттенки. В большей массе хвой обладает иммунитетом к морозу и спокойно может выращиваться в условиях города, где все знают, как выглядит туя и что это за дерево. Для отдельных сортов может появляться необходимость дополнительно кисловать почву для нормального развития и роста, приближая максимально. Почву к естественной среде. Свойства культуры. Интересно. Каждый видео как цветет туя, но мало кто знал, что маленькие шишечки, которые появляются после этой ягоды, которые во многих странах. Используется как источник ценных эфирных масел. Масло добывают с плодов зрелых деревьев, которые развиваются более 15 лет. Выделить масло удается только через паровую перегонку шишечек. Полученное масло желтоватого цвета, с ярко выраженным запахом хвои. Основная часть добычи такой продукции сосредоточена в Америке и Канаде. Такая продукция активно используется в фармацевтической и косметологической отраслях. Состав хвои полезен для человеческого организма и применяется при лечении многих проблем. Особо ценен химический состав масла, дубильные вещества, которым присущи вяжущие, противовоспалительные, кровоостанавливающие и бактерицидные. Свойства – сисквитерпеновый спирт, расширяет бронхи, устраняет кашлевые рефлексы, влияет на нервную систему туеном, нейротропный. Яд, отравление которым провоцирует галлюцинации, судорожность конечностей и повреждения отдельных тканей головного мозга. В умеренных дозах яд приносит пульс и даже необходим организму – смола, туевые кислоты, танин, аскорбиновая кислота – все это является хорошим тонизирующим средством, укрепляет иммунитет, устраняет микроорганизмы, способствует заживлению рана и устранению боли. О болезнях и вредителях Важно! Туя, неприхотливая в содержании и выращивании растения, способна выживать в любых климатических условиях. При этом все же есть проблемы, с которыми могут столкнуться огородники. Болезни деревьев могут быть вызваны следующими опасными возбудителями – разнообразные грибы, относящиеся к роду фузарюм, цитоспоры, шутти, фома и т.д. Все они вредят кроне, уничтожают побеги и хвойную часть. Чтобы устранить грибковых возбудителей, используют бордовскую смесь или картоцидные препараты. Обработку растений проводят с приходом весны, повторяя процедуру через 14 дней до полного уничтожения грибка. Важно! Если рассматривать вредители, здесь опасность несут туевая тлейлажнащитовка, которая питается соками хвои. Для уничтожения насекомых используют карбофос, рагуром и децисот. Вредители использования плодов растения. Полезный состав туевых шишек нередко используется при комплексном лечении следующих нарушений. Сбои нормального функционирования мочи половой системы, отекания и воспалительные процессы в половых органах женщин. Воспаление цистита, сбои функционирования желудочно-кишечного тракта, простуды, аденоиды и прочие заболевания ушей, горла и носа. Стоматологические проблемы. Эфирные масла туи считаются отличным мочегонным и повышающим потоотделение средством. Используются для лечения фрегидности у женщин и проблем с реакцией у мужчин. Эфир используют как отхаркивающее и обезволивающее вещество и для нормализации психоэмоционального здоровья пациентов. В целом эфирные масла, добытые из туевых шишек, считаются универсальным средством, оказывающим положительное воздействие на организм. При использовании его в умеренных дозах и с определенными знаниями в этой сфере. 0.0 VOT ARTICLE RATING